СОЮЗОНЛАЙН 9 апреля стартует благотворительная акция «Добрый кулич». В храмах и монастырях Северодонецкой епархии реализуется социальный проект «Блажение милостиви». Девятый год подряд проводит благотворительную акцию «Любовь милосердствует» Запорожской епархии Украинской Православной Церкви. 8 апреля в Новосибирске подведут итоги акции «Православная книга детям». А в Екатеринбурге Православная служба «Милосердие» собирает пасхальные подарки для своих постоянных подопечных. О том, какие благотворительные акции в преддверии Пасхи проходят в Санкт-Петербурге, узнаем у нашего корреспондента Александра Олексина. Александр, добрый день. Здравствуй, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала «Союз». Александр, как готовятся к Пасхе православные Санкт-Петербурга? Чем они готовы порадовать своих ближних? В городе Неве тоже готовят пасхальные подарки. Например, Духовно-просветительский центр «Невский-177» и отдел по церковной благотворительности и социальному служению готовят благотворительную акцию под названием «Подари ребенку книгу». Сейчас мы пообщаемся с одним из ее организаторов. Сергей Иванович, скажите, пожалуйста, почему именно книга выбрана для подарка детям? Ну, у нас нет никаких сомнений в том, что дети, которые пребывают в детских домах, в приютах, они обеспечены всем необходимым питанием, хорошо отремонтированными зданиями, обуты, одеты. Но есть такие вещи, которые касаются уже, так сказать, вот какого-то духовного развития и поддержки. И, конечно, книга здесь является самым таким необходимым предметом. В первую очередь, конечно же, книга духовная. И когда такие акции проходят, есть возможность всему церковному сообществу принять в этом участие и оказать такую, ну, как бы, посильную такую помощь и содействие тому, чтобы книги хорошие, умные, добрые, которые могут каким-то образом повлиять на всю последующую жизнь ребенка, особо находящийся в такой непростой ситуации, уже даже в таком юном возрасте, есть возможность, чтобы эти книги попали и смогли вот свою работу осуществлять. — Вы не первый раз проводите благодарительные акции. Расскажите, пожалуйста, как дети реагируют на подарки? — Ну, я думаю, дети всегда остаются детьми. Они, конечно, на подарки всегда реагируют весьма, так сказать, эмоционально. Но я думаю, что здесь очень такая важная вещь. Дело в том, что сегодня по отношению к книге есть очень много такого, как бы, сопротивления всего окружающего мира, да, к чтению, к содержанию книги, то, что там, значит, самому чтению как к какому-то образу жизни. И дети даже, которые живут в семьях, у которых, как бы, не испытывают таких вот больших сложностей, которые есть вот у наших, так сказать, подопечных, и они, у них не такие простые отношения с книгой. Но наше дело сделать все необходимое для того, чтобы доступ к книге был как можно более облегчен. Поэтому вот это тоже один из основных таких мотивов нашей акции. Для того, чтобы эти книги собрать, аккумулировать и, как бы, организованно передать их вот в те места, где дети есть, ждут, и мы очень надеемся на то, что то, что они смогут прочесть в этих книгах, то, что они смогут там познать, просто раскрывив, поглядев на них, да, на то, как они оформлены, какие у них, так сказать, иллюстрации и так далее, и так далее, они смогут, это все окажет свое какое-то благотворное влияние на их дальнейшее вот какое-то становление личностное. — Сергей Иванович, спасибо вам огромное, вам успехов. — Да, спасибо вам. — Дмитрий? — Да, спасибо большое, Александр. Это был наш корреспондент в Санкт-Петербурге Александр Алексин. В северной столице духовно-просветительский центр «Невский-177» и отдел по церковной благотворительности и социальному служению проводит благотворительную акцию «Подари ребенку книгу». Дорогие друзья, благодарю вас за внимание. Сегодня еще увидимся. Дорогие друзья, благодарю вас за внимание.